Впервые после двухлетнего перерыва у выпускников школ появилась возможность сдать ЕГЭ досрочно. Борьба с нарушителями. Госдума готовит закон против таксистов-нелегалов. Что об этом думают ижевские водители? Сохраняя память. Музей первой удмуртской поэтессы Ашальчаки готовится к своему юбилею. Каких подарков здесь ждут? Удмуртия получит более 350 миллионов рублей на поддержку рынка труда. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Средства выделят из резервного фонда правительства страны. Деньги пойдут на создание временных рабочих мест для людей, оказавшихся под риском увольнения, а также на реализацию региональных программ и гранты для организации курсов переподготовки. Сегодня ситуация на рынке труда республики остается стабильной, заверили в региональном Минсоцполитике. Роста числа людей, потерявших работу из-за санкционного давления, в Удмуртии не регистрируют. Мы знаем, что даже те большие компании, которые говорили о прекращении своей деятельности, Макдональдс и другие, они пока все-таки приостановили деятельность, поэтому это не повлекло увольнение работников. Но мы держим руку на пульсе, следим, постоянно мониторим ситуацию на рынке труда и будем непременно принимать все меры для того, чтобы эту ситуацию удержать такой же стабильной, как она и сейчас. У нас успокаивает то, что даже вот самое главное, что вот эти крупные сети с большим количеством работников, что они даже заявили пока о приостановлении деятельности, то есть сотрудники не пострадали, сотрудники пока ушли в отпуск, то есть поэтому пока всплеска вот в этой связи мы не ощущаем. Сейчас в регионе насчитывается около 6 тысяч безработных. Цифра вдвое меньше по сравнению с прошлым годом, вместе с тем в службе занятости доступно почти 18 тысяч вакансий в различных сферах деятельности. Это обрабатывающее производство, торговля, транспорт, строительство. В республиканском центре занятости организована горячая телефонная линия по вопросам занятости. Номера телефонов на экране. А сотрудники МВД предупреждают, в республике активизировались мошенники. Их жертвами оказываются не только обычные обыватели. Предприниматель из Глазова лишился почти полумиллиона рублей при попытке приобрести через интернет крупную партию сахара, которую собирался реализовывать в рознице. Но товар он так и не получил. Предприниматель договорился о сделке. Заказал несколько тонн продукции, а затем несколькими платежами перевел 465 тысяч рублей на указанный ему счет. Но товар он так и не получил. После перевода денежных средств продавец перестал выходить на связь. Тогда мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии напоминают, нужно быть внимательными при совершении онлайн покупок или продаж. В Удмуртии стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Впервые после пандемии два года подряд из-за эпидситуации досрочники сдавали экзамены вместе с основным потоком. Открыли экзаменационную кампанию предметы по выбору, географию, химию и литературу сдавали 37 человек. В пункте сдачи экзаменов сегодня работала и наша журналист Анастасия Редько. В этом году все по плану. Спустя два года досрочники снова сдают экзамены отдельно от общего потока школьных выпускников. Первые предметы география, литература Таня Лекомцева сдает ЕГЭ по химии. В прошлом году девушке не хватило всего лишь 10 баллов, чтобы поступить на бюджет в медакадемию. У меня по русскому 80 есть, по биологии 84. Вот я именно по химии набрала немного, как я считаю. Поэтому я хочу, чтобы у меня по всем 80 плюс было. Близнецы Даной Дианы Ивановой настраиваются на ЕГЭ по литературе. Спустя год после школьного выпускного они попробуют поступить в Казань на дизайнеров интерьеров. А там оказалась нужна литература. В прошлом году ее сестры не сдавали. ЕГЭ по выбору и обязательные предметы в Удмуртии будут досрочно сдавать 123 человека. В основном это те, кто окончил школу в предыдущие годы. У нынешних выпускников на то, чтобы сдать экзамен не в основную волну, должна быть веская причина. Уважительные причины могут быть самые разные. Например, у кого-то запланирована серьезная операция на летний период, и ребенок физически не сможет сдать экзамен. Весомая уважительнейшая причина должна быть, чтобы сдвинуть срок ЕГЭ. Правила прежние – вход по спискам через рамку металлоискателя. С собой только гелевая ручка. Воспользоваться шпаргалками вряд ли удастся. В аудиториях по две видеокамеры. В режиме реального времени за экзаменующимися следят общественные наблюдатели. В соседнем кабинете, где развернулся штаб, еще в Москве и Нижнем Новгороде. Нарушители с экзамена удаляют, результаты аннулируют. Организаторы знают, что им нужно делать. Люди, я надеюсь, пришли для того, чтобы получить результат. И, в принципе, шпаргалка – это не тот инструмент, который им поможет сдать экзамен. Надеюсь, что все пройдет в штатном режиме. По крайней мере, у нас не было таких ситуаций. Надеюсь, что и не будет. Для предотвращения утечки впервые с этого года пункты приема ЕГЭ в Удмуртии комплекты материалов получат через интернет, а работы с ответами отсканируют в аудиториях. Продлится досрочная экзаменационная кампания до 18 апреля. Для таксистов-нелегалов могут ужесточить наказание. Соответствующий закон Госдума планируют рассмотреть уже в конце марта. В Удмуртии на сегодня официальное разрешение на перевозку пассажиров имеют чуть более 7 тысяч водителей. Что они думают о нововведениях? С одним из таксистов пообщались наши корреспонденты. Каждый ижевский переулок знает Дмитрий Саблин. В такси уже 20 лет. И даже два года назад побеждал на республиканском конкурсе профмастерства. Работает Саблин официально. Разрешение на деятельность по перевозке пассажиров выдается на 5 лет. Но документ предоставляется на автомобиль. Если техника меняется, то и разрешение приходится получать заново. Но по сути, говорит Дмитрий, стать водителем авто шашечками может любой. Нужен лишь трехлетний водительский стаж. А вот насколько водитель профессионален, не проверяет никто. В Удмуртии официальное разрешение на работу в такси имеет 7366 человек. По закону официально работающий таксист обязан перед выездом получить путевой лист с отметкой механика об исправности автомобиля и пройти предрейсовый медосмотр. За нарушение этих требований штраф до 300 тысяч на юрлица и до 30 тысяч на физических лиц. Работать официально таксистом очень дорого, признается Дмитрий. У нас в том году страховые душили очень сильно по поводу разрешительной системы. Некоторые даже страховые компании отказывались страховать автомобиль, если видели, что он имеет разрешение на перевозку багажа и пассажиров. Вот такие дела интересные. А если есть разрешение, если, допустим, страховая компания страхуется, берется, наберет очень неимоверные деньги, выгоднее работать легально, но дорого. Большинство работающих таксистов нелегалы. Штраф за работу без разрешения всего 500 рублей. Вывести с рынка теневых перевозчиков намерены в Госдуме. В конце марта депутаты рассмотрят законопроект, ужесточающий наказание за незаконную работу в такси. То, что у нас на сегодняшний день новый закон разрабатывается, можем сказать, даже принудит, но выйти людям из тени. То есть начать заняться официально предпринимательской деятельностью. Это первая история. Вторая история, когда к вам приезжает такси, официально вы тогда хотя бы находитесь в полной уверенности, что транспортное средство исправно, что водитель в трезвом состоянии, либо у него отсутствуют те заболевания, при которых он, допустим, не имел права сегодня выехать на линию. А в эти дни в Удмуртии выбирали самого лучшего таксиста. Конкурсантов заявилось немного. Всего 9 водителей. Все из Ижевска. Таксисты проверяли свои знания и в теории, и на практике. Дмитрий Саблин вновь оказался в числе победителей. На этот раз он занял второе место. Светлана Буланова, Василий Хохряков, Илья Дериндяев. Новости. Жители Удмуртии просят не беспокоиться при виде передвижения большого количества спецтехники у МЧС. Учения. С понедельника спасатели будут отрабатывать действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и природными пожарами. Командно-штабные учения плановые пройдут во всех городах и районах республики с 21 по 23 марта. Их основная цель – проверить готовность муниципальных штабов в случае возникновения ЧАЭС, вызванных весенним половодьем и пожароопасным сезоном. В региональном управлении МЧС России просят сохранять спокойствие и не создавать помех на дороге спецтранспорту. Курс на весну. В Удмуртии начинает теплеть. Уже во вторник обещают синоптики плюс 7. Домашние термометры покажут температуру еще выше. На солнце воздух будет прогреваться сильнее. Теплая и солнечная погода сохранится всю рабочую неделю, но к выходным в Удмуртию придут холодные воздушные массы, которые принесут с собой мокрый снег и понижение ночных температур до минус 10. Ожидается непродолжительное похолодание буквально два дня. Это в пятницу и в субботу. А потом температуры вновь начнут расти. То есть к нам придет уже настоящая весна. Будет тепло, солнечно. Возможно, пройдут небольшие осадки. Даже, скорее всего, пройдет мокрый снег или снег с дождем. Такие температурные качели норма для весны, поясняют синоптики. Вероятно, похолодание, которое ожидается к концу недели, в регионе станет последним. В апреле живчане получат квитанции с новыми суммами за отопление. Это связано с перерасчетом. Корректировка оплаты проводится раз в год. И это вызывает много вопросов у потребителей. Энергетики готовы на них ответить. Где можно получить разъяснение по платежам, поинтересовались и наши журналисты. Давайте вообще напомним, что такое корректировка по отоплению за 2021 год и когда она производится. В утреннем эфире сложная тема о деньгах. Для жителей, находящихся на прямых расчетах с Энергосбыт+. Будет выполнена корректировка платы за тепло по итогам календарного 2021 года. По закону, она производится в первом квартале каждого года. Результаты перерасчета будут опубликованы в квитанциях за март. Жители их получат в начале апреля. Мы платим так называемую 1,12. То есть равномерно в течение всего года, включая лето, когда отопления, естественно, нет. При этом общая стоимость отопления рассчитывается, естественно, по общедомовым приборам учета, которые показывают фактическое ее потребление. И корректировка – это как раз та разница, которая определяется между суммой фактического потребленного и то, что было предъявлено гражданам. В Ижевске перерасчет выполнят почти для 1800 домов. Для большей части из них корректировка будет в плюс. Значит, за отопление, потребленное в 2021 году, придется доплатить. Связано с более холодным 2021 календарным годом, чем с 2020 годом, по объемам которого рассчитывался объем отопления на 2021 год. Информация о суммах корректировки платы за отопление по многоквартирным домам будет размещена на сайте удмуртского филиала «Энергосбыт плюс». Кроме того, для клиентов энергокомпания подготовила страницу с ответами на часто возникающие вопросы по перерасчету. Эксперт обратил внимание и на другую страницу сайта. Сейчас она может быть полезна для должников. В «Энергосбыте» идет весенняя акция. До 25 мая при оплате долга клиентам растят пенни за просроченные платежи. Светлана Буланова, Илья Дериндяев. Новости. В Грахово готовятся к юбилею. В этом году местному краеведческому музею, который носит имя первой удмуртской поэтессы, исполняется 20 лет. Что здесь ждут в подарок, рассказали нашей съемочной группе. С самого начала создания музея мы знали о том, что он будет называться музеем имени Ашальчёки. Михаил Козлов уже 20 лет проводит экскурсии и рассказывает об истории района, уникальных экспонатах и, конечно, о своей землячке – Ашальчёки. Под таким псевдонимом писала первая удмуртская поэтесса, а еще выдающийся офтальмолог, врач-фронтовик Акилина Векшина. Из первых и главных экспонатов по Ашальчёки – это, конечно, вот эта посуда, уникальная посуда, из тонкого фарфора. Этот фарфор музею передала племянница Ашальчёки. Среди уникальных экспонатов – письма сына Ашальчи Валерия Карачёва. Работая редактором районной газеты, я часто заходил в дом Акилины Григорьевны, пустовавшей в те годы, и подбирал нужные для будущего музея соответствующие материалы. Когда открывали, у нас ничего не было, нам помогли при открытии олнавские соседи. Сейчас в фонде уже более трех тысяч экспонатов. В этом году музею исполняется 20 лет. К юбилею здесь ждут новое современное выставочное оборудование. Очень радостное событие, что музей наш имени Ашальчёки попал в один из трех музеев Удмуртской республики в программу по направлению культуры. И в этом году там планируется закупка более 700 тысяч. Это на модернизацию данного музея. В день рождения Килины Векшиной 4 апреля здесь в музее ждут гостей всех лауреатов районной премии имени Ашальчёки. Её вручают с 1999 года. Среди лауреатов есть дальняя родственница Ашальчи. Лидия Луковникова в районном доме культуры руководит ансамблем. Я очень горжусь этим своим званием. И что как-то сопричастная к этому великому человеку. Очень радуюсь. Мне очень нравятся её песни. Они лирические очень песни. Старинные. Вот совсем недавно в свой репертуар включила песню «Дауре». Эта песня, оказывается, в 2019 году была написана. Ну, стихи, её стихи. Но она до сих пор актуальна и очень мелодична. За 22 года премию Ашальчёки получили более 60 женщин-активисток. В этом году, в день рождения поэтессы, лауреатов станет ещё на 3 человека больше. И к своему юбилею музей планирует открыть туристический маршрут в честь своей знаменитой землячки. Вероника Ваулина, Василий Хохряков. Новости. На этом у меня всё. До встречи.